Доброе утро, Ульяновск! Привет, вся Ульяновская область! Очередную рабочую неделю начинаем вместе на телеканалах Репортер 73 и ОТР. Ну что, отличный понедельник, отличное начало чудесного дня. Самое время поговорить о том, чем заменателен сегодняшний день. Начнем с того, что 23 мая отмечается Всемирный день черепахи. А, соответственно, вот так неспешно выбираетесь из вот этого панциря, созданного одеялком, вот так вот, и неспешно также отправляетесь на работу. Но главное не опоздать. Да, ну а пока вы выбираетесь неспешно из-под одеялка, и я расскажу о том, в чем же, собственно, цель праздника. Не в том, чтобы лежать сейчас под этим самым одеялком, а в том, чтобы привлечь внимание общества к вопросам сохранения популяции этих животных. Ведь ежедневно черепахи становятся жертвами человечества, которое вольно и невольно их уничтожает. Праздник, кстати, возник в 2000 году и распространился по всему миру. Его отмечают даже в тех уголках Земли, где черепахи не обитают. Ну, теперь несколько интересных фактов о черепахах. Итак, черепахи появились на Земле 200 миллионов лет назад, а гигантские 70 миллионов. Им принадлежит рекорд по задерживанию дыхания среди позвоночных – 614 минут. Ну, тут, конечно. Ну, я так не умею. Ну, да, всё. Отдаю пальмам первенство черепахам. А ещё мнение, что черепахи не слышат, ошибочное. Их слух приравнивается к кошачьему. Учёные выяснили, что особенно чутко они реагируют на низкие тона и спокойные интонации. А вот если бы ещё черепахи были такими же активными, как котики, вот это было бы страшно, наверное. Нет, а я видела бегущую черепаху. Бежит такая панцирем по линолеуму, стучит. Ну, что ж. Кроме этого, черепахи обладают хорошим зрением. Они реагируют на тёплые цвета. К холодным оттенкам эти животные равнодушны. А ещё проводимые на сообразительность эксперименты показали, что черепахи намного умнее кроликов, уток, куриц и полёвок. Они легко запоминают мелочи. Поэтому очень даже можно надрессировать черепаху летнегуманно. Вполне, вполне. А самое главное, что действительно, вот мы уже говорили, что распространены, ну, отмечают праздник даже в всех странах, где они не живут. Ну, а почему нет? Домашний питомец вполне себе спокойный, медлительный. Немножко, может быть, прохладный, не такой тёплый и не пушистый. Ну, что ж. Питомцы всякие нужны. Питомцы всякие важны. И также важны, как и наши разнообразные цветочные композиции от партнёра программы «Салоны цвета и штучки». Это утро. Начинаем вместе. И в студии «Репортера 73» для вас работает Екатерина Терещенко. И Владимир Гаврилов. Поехали. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет лёгким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Интересные информации начали. Продолжим не менее полезной. Потому что провели исследование и выяснили, какие продукты питания россияне считают самыми здоровыми. Вообще стоит сказать, что сегодня уже 72% российских семей осознают значение правильной еды для организма и стараются питаться здоровыми продуктами. Таковы результаты исследований, проведённого Роспотребнадзором. При этом самые распространённые продукты, которые наши соотечественники считают полезными – это творог, кисломолочные напитки, крупы, а также овощи и фрукты. При этом диетологи обращают внимание, что для сбалансированного питания в ежедневной тарелке обязательно должен присутствовать белок. Его источником являются не только молочные продукты, но в большей степени нежирное мясо, яйца, рыба. Участники опроса сообщили, что обращают внимание на следующие характеристики здоровой еды. Итак, повышенное содержание витаминов и минералов, меньшее содержание жиров и простых углеводов, а также более лёгкая усвояемость. А ещё низкое содержание сахара, возможность с пользой разнообразить рацион и, конечно же, помощь в снижении веса. Эксперты в области здорового питания давно говорят, что правильное пищевое поведение нужно формировать, начиная с детского возраста, в семье. Что и подтвердили результаты исследования. 79% родственников, приверженцев ЗОЖ, также выбирают здоровые продукты. Но стоит сказать, что в опросе приняли участие жители 220 городов России с населением более 10 тысяч человек. И большая часть опрошенных женаты или замужем и имеют одного или нескольких детей. Ну, поэтому сейчас предлагаю позвать всю семью к телевизору, для того, чтобы всем вместе выполнять утренние упражнения с ведущими нашей рубрики ЗОЖ. Всем привет! Это рубрика ЗОЖ. Меня зовут Хасианов Артур. Я являюсь мастером спорта международного класса по кикбоксингу. Сейчас мы с вами выполним несколько упражнений, которые я регулярно провожу в тренировках. Приступим! Первое упражнение с подниманиями коленей. Его нужно выполнять максимально быстро, с максимальной интенсивностью, за короткий промежуток времени. По времени выполнения упражнения длится от 10 до 20 секунд. Задача – вынести колено вверх, выше пояса и максимально опустить и поднять ногу. Таким образом. Упражнение выполняется от 10 до 20 секунд. Сразу же по отмеренному времени. 20 секунд прошло. Меняем ногу с максимальной интенсивностью. По упражнению на обе ноги мы с вами восстанавливаемся, отдыхаем до 40 секунд. И повторяем эти упражнения до 3 до 5 раз. Следующее упражнение на координацию, на слаженность движения. Левую ногу мы ставим вперед, правую руку выпрямляем, прыжком. Меняем руки и ноги, разнымянное движение рук и ног. На слаженность движения, на координацию. Также эти упражнения выполняются 40 до минуты с интенсивностью, тоже с высокой интенсивностью. И в завершении, после нагрузки, мы с вами восстанавливаем дыхание, глубоком вдох, выдохом. И также в заключительную часть выполним ряд упражнений на растяжку. Выполним наклоны. Ладонями тянется в пол, выпрямились. Заряжайтесь вместе с нами и будете продуктивны и активны весь день. Минувшая неделя отметилась знаковым событием, а конкретно запуском прямого регулярного контейнерного поезда из Китая в Ульяновск. По оценкам специалистов, это поможет региональным предприятиям оперативно получать иностранное сырье и комплектующие, тем самым решить проблемы с логистикой. Точка сборов грузов в Китае станция Чэндо, провинция Сычуань. Преимущество проекта в стабильности и скорости поставки. Вместо двух-трех месяцев поезд будет в пути не более месяца. ПС Ульяновск выступит логистическим оператором для ульяновских компаний с функцией комплексной доставки от двери до двери и услугами таможенного оформления. Ну и, соответственно, основная задача проекта это организация сбыта продукции. 30 российских предприятий потенциально готовы загрузить заказами ульяновских промышленников. В данный момент ведутся переговоры. В 2021 году поставки материалов, сырья и товаров из Китая осуществляли 108 предприятий Ульяновской области. На настоящий момент промышленно-экономическая зона Ульяновск совместно с Центром развития промышленности, на базе которого создан Центр субконтрактации, помогающий организациям региона в поисках поставщиков на стороне зарубежного партнера. Отработали более 400 предприятий на предмет потребностей поставок. А эфир продолжит рубрика о главном. От отечественных складных тележек, изделий из кожи и местных бургеров, до сложнейших разработок в сфере программного обеспечения. Ульяновску не чужды любые отрасли импортозамещения. Пока вот этот процесс переформатирования происходит, да, ну скажем так, какие-то проекты ставятся на паузу, но это создает с другой стороны возможности, что некоторые компании наоборот инвестируют в освобождившиеся ниши и наоборот создают новые продукты, чем мы и пользуемся. Одна из ульяновских IT-компаний на рынке больше трех лет. Работают по принципу полного цикла. Сопровождают потребители от идеи к аналитике и до реализации. Предлагают такие продукты, как машинное зрение, нейросети, подсчет пассажиров, контроль качества на производстве и многое другое. 95% довольных клиентов обращаются повторно, потому что отношение к каждому как к единственному. Вся продукция внесена в реестр отечественного ПО. Каждое автотранспортное предприятие имеет свой собственный личный кабинет, в котором видят парк подключенных автотранспортных средств. При заходе на него видят подсчет с точностью до пары минут, где находится сейчас машина, карта маршрута с перевезенными пассажирами и остановками на маршруте. На экране автоматическая система подсчета пассажиропотока, разработанная ульяновской IT-компанией. Менее качественные немецкие датчики с почти таким же функционалом ушли с рынка. Глазом не успели моргнуть, как их тут же заменили нашим софтом, который и дешевле, и точнее. Любые видеофрагменты можно просмотреть глазами, проверить точность подсчета, в отличие от датчиков, которые представляют только цифру подсчета. Ну и вообще будущее за видеоаналитикой, поскольку они позволяют соответствовать постановлению 969-му постановлению правительства, обеспечить безопасность на транспорте, контроль всего того, что происходит в нем. Око большого брата все видит, в хорошем смысле. Многие владельцы автопарков сталкиваются с проблемой правильности сбора платы за проезд. Проблема решена, судя по отзывам довольных клиентов на сайте компании. Система работает на 5 с плюсом. Например, внедрили сервис сначала в один автобус. Только за первый месяц выручка внезапно выросла более чем на 10%. В этой связи выгодно подключить весь автопарк и не беспокоиться об упущенной прибыли. Допустим, я блогер потажный. Захотел себе куртку, как у Джареда Лето, или кардиган, как ходил Капейн. Отсканировал понравившиеся фото при помощи удобного софта, что разработала ульяновская IT-компания. Решение так называется подбор одежды по фотографии. Система машинного обучения компьютерного зрения выделит человека на изображение, игнорируя лишний контент, проанализирует объекты одежды на фото и предложит похожие варианты из какого-нибудь интернет-магазина. Или вот, решение для производства. Машинное зрение пригодится там, где нужно свести к минимуму влияние человеческого фактора. Направление машинного зрения, оно занимается тем, что мы как раз-таки импортозамещаем многие технологии, которые раньше представляла компания Cognos, ZIC и так далее. То есть, это преимущественно контроль качества производимых каких-то продуктов на конвейерах, непосредственно контроль качества этих конвейеров. В ульяновской компании также разработали сервис для автоматизации коммуникации. То есть, нажал руководитель две кнопки и разослал персональные сообщения сотням сотрудников разом. Это малая часть возможностей. Тут и информирование команды, и сбор обратной связи, удаленная адаптация новых сотрудников. История возникла как раз-таки в эпоху импортозамещения, как раз-таки когда все компании из классических отраслей ринулись пытаться автоматизировать работу своим персоналом ввиду удаленки. И вот продукт родился как ответ на эту потребность. Кстати, неплохо эти компании зарекомендовала себя и в качестве работодателя. В штате более 170 человек и он расширяется география. Почти вся страна можно работать удаленно. Павел Патриков, Юрий Давыдов, репортер 73. Продолжим цифрами и статистикой. Итак, у 4 из 10 родителей дети-школьники все лето проведут где? Правильно, дома. Организовать своим детям-школьникам отдых на Черноморском побережье в этом году планируют почти в 2,5 раза меньше родителей, чем год назад. По словам 43% родителей их ребенок проведет все летние каникулы в городе. Каждый третий или 31% отправит детей в деревню или на дачу, а каждый девятый в летний оздоровительный лагерь. О том, что ребенок поедет отдыхать на Черноморское побережье сообщили 7% родителей. Путешествия по России за границу и отдых в пришкольном лагере планируют для своих детей всего 3% опрошенных. Еще 4% назвали другие варианты. Это санаторий, поездки к родственникам и спортивные лагеря. Кстати, о том, что ребенок проведет летние каникулы в городе в этом году россияне сообщали чаще, чем год назад. Однако, существенно реже, чем в 2020-м. В разгар пандемии коронавируса оставить детей дома на все лето планировал каждый второй родитель. Ну, за год значительно сократилось число респондентов, организующих своим детям отдых на Черноморском побережье, а также поездки по России и за границу. О каникулах на даче в оздоровительном лагере напротив сегодня сообщают чаще, чем год назад. Ну, вот такая вот статистика. А далее рубрика «Это интересно». Задорная музыка, драйв и танцы молодые вожатые готовятся ко встрече со своими подопечными. Здесь студенты разных вузов и сузов города, активные, добрые и любящие детей. Самое главное это желание работать с детьми. Обучаем мы их психологическим аспектам, то есть как работать с детьми, какие возрастные особенности у детей есть. Кроме этого, мы их обучаем как проводить игры, как проводить массовые мероприятия, обучаем как взаимодействовать с родителями тоже в том числе. Песни у костра, вечерние дискотеки, танцы, конкурсы и настоящая дружба. Побывав в детском лагере однажды хочется возвращаться в него снова и снова. Максим Петраков на свою первую смену поехал в пятом классе. С тех пор каждое лето проводит в лагере. Второй год в роли вожатого. Помимо игр веселья это еще и большая ответственность. У кого-то там может не дай бог что-то случиться, тебе нужно с ним побежать в медпункт, узнать, что у него там происходит, почему он там плачет, не плачет, что его радует, не радует. И конечно же все эти эмоции, которые они дарят, когда у них что-то получается, когда они не знают что-то сделать и идут к тебе за советом, это просто для меня лично бесценно. В этом году спали и некоторые ограничения. Поэтому в детских лагерях ожидается полная загрузка. Наконец-то мы дождались, то есть не 75%, как в том году было, а будет 100% загрузка. Разрешены мероприятия массовые на свежем воздухе, поэтому практически в полном объеме, как обычно мы это делали, мы будем проводить программу в этом году. Анна Чайникова, Константин Никитин, репортер 73. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». К легковым машинам добавились ремонтные на перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ, и полбина шумит техника, снимая старый асфальт. С середины мая начались работы, которые продолжатся до осени этого года. Заново заасфальтируют проезжую часть, тротуары, заменят бордюр. Кроме гладкого покрытия, появится цветущая зона, на кольце создадут клумбу. Все это преображение стало возможным благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». Это ремонт пандусов, пешеходные переходы, установка бегающих светофоров, предупреждающих водителей. Две остановки переносятся по безопасности. В железнодорожном районе близ Садовых товарищей сейчас ремонтируют дорогу протяженностью более 5 километров. Работы планируют закончить в сентябре этого года. Еще один участок, где работают на опережение, не срывая сроки, несмотря на майскую непогоду. Укладывают асфальт, сделанный по новой технологии с добавлением полимерного волокна. А значит, срок службы полотна увеличится, утверждают эксперты. Помимо покрытия здесь заменят ливневую канализацию, установят новые остановки. Пока у нас в черте города устанавливается бурь-камень, мы здесь укладываем два слоя асфальта. Так что параллельно работают люди. Всего в Ульяновской области планируют отремонтировать 43 объекта общей протяженностью 126 километров. В 17 районах в этом году безопасными сделают 30 дорог, 110 километров станут ровными. На реализацию профильного нацпроекта в 2022 направлено более 4 миллиардов рублей. На сегодняшний день в рамках заключенных двухлетних контрактов завершена работа на трех участках автомобильных дорог. Это Меликейский район, в городе Барыш и в городе Новоульяновске. Поставщики материалов для ремонта областных дорог местные. Один из таких завод в Ульяновском районе производит в день порядка 160 тонн асфальта, которым можно покрыть 16 километров дороги. Объемы примерно такие же, как и в том году. Также все знают, что мы также принимаем участие на строительстве транспортной развязки на улице Минаева. Это нам тоже, кстати, очень помогает. Продукцию проверяют на качество здесь же, в собственной лаборатории. Исследуют прочность, водонасыщение материала и только после этого направляют на проверку в следующую инстанцию. Все это необходимо, чтобы новый асфальт прослужил не один год, выдержав любые испытания суровым климатом. В Ульямске проходят традиционные весенние субботники. Привести в порядок улицы, дворы, парки и скверы это святая обязанность каждого, уверенные жители города, вооружившиеся необходимым инвентарем. Сейчас идет активная уборка и благоустройство в Ленинском, железнодорожном, Засвиярском районах. А в Заволжье высадили более трех тысяч цветов. Сегодня на территории сквера Менделеева проходит общегородской субботник. Здесь принимают участие три ТОС. ТОС Менделеева, Сиреневый и ТОС Олимпийский. Также предприятия, теплоком, теплосеть и активные жители. Сквер Менделеева – излюбленное место отдыха, проживающих рядом горожан. На уборку и облагораживание дорогого сердца уголка вышли около 60 человек. Убирают мусор с территории, спиливают старые деревья и восстанавливают клумбу, где после высадят цветы. Мы убираем свой сквер любимый, потому что хочется, чтобы он был красивый и чистый. Сквер не входит в нашу территорию ТОСа, но прилегает, и поэтому мы здесь очень частенько убираемся, собираем народ и стараемся, чтобы здесь было чисто. Также и покраску мафов производим, скамеек. Мы хотим, конечно, чтобы наш сквер был чистый, и поэтому мы сегодня пришли навести порядок. Все с хорошим настроением, солнце светит, мы бодрее, и по мере своих сил мы занимаемся физическим трудом. Трудовые коллективы управляющих компаний также вышли на уборку закрепленных территорий. В помощь сотрудникам УК техника, которая вывозит мусор, листву и сухие ветки. В зимний период мы уже пережили, много что сделано, продолжаем добиваться красивого состояния наших всех дворов. Активно нам в этом помогают жители, сами мы тоже выходим на субботники, сотрудничаем с администрацией. В то же время силами МБУ Дорремстрой в Заволжском районе отмоют и покрасят остановочные павильоны. Работы впереди еще много, и администрация города приглашает ульяновцев поучаствовать в уборке дворов. Хороший пример для соседей и радующий глаз результат. Александр Злобин, Алексей Юферев, Репортер 73. Губернатор и министры в прямом эфире. Репортер 73 спросит про строительство мостов и реконструкцию дорог, рынок труда и зарплаты, про безопасность и цены на продукты, а также про дела школьные, от последних звонков до экзаменов. Все, что актуально в начале лета, станет предметом для всестороннего анализа и обсуждения в нашей студии. Звоните по телефону 30 40 73 и задавайте свои вопросы в прямом эфире сразу двух каналов. Репортер 73 и ОТР с 18 до 19 00 21 мая. Каково это расти без отца? Наш земляк Алексей Прокофьев знает досконально. Когда началась Великая Отечественная, ему не исполнилось и трех месяцев. Своего папу Серафима Прокофьева, военного разведчика, прошедшего фронтовой путь до Берлина, он впервые увидел после победы. Приехал-то, попросил, чтобы его доставили домой, потому что он был смертельно раненый человек. Я хочу посмотреть сына, сына, то есть меня, которого я никогда не видел. Был в гимнастерке, лежал на койке меня какими-то леденцами в гостинице моего гостя. А вам сколько было? Было всего года 4-5, не больше. Вторая встреча оказалась трагичной. Впереди гроб, а я сзади на второго, второй тележки. Телеги, как раньше так называли. Сидел, провожал отца в последний путь. Несмотря на все испытания, Алексей Серафимович вырос и, как говорится, состоялся. Серьезная комсомольская работа и армейская служба. 44 года на Ульяновском автозаводе. Поступал слесарем, а завершил карьеру в должности специалиста по социальному развитию. Ударник пятилеток и победитель соцсоревнований, лауреат различных премий и ветеран труда. Наконец, рационализатор по своей человеческой сути. Предложений у Алексея Прокофьева много, но главное сформулировано так. Дети войны детям Донбасса. Мое предложение простое. Оно заключается в том, чтобы отчислить в определенный фонд вот этот один процент от пенсии. Это небольшие суммы. Согласно подсчетам, в регионе проживает порядка 72 тысяч представителей категории «Дитя войны». Получается, личный взнос каждого неравнодушного не превысит 200 рублей. Уже с сегодняшнего дня любой неравнодушный гражданин, дети войны в том числе, могут присоединиться к акции Алексея Серафимовича и перечислить денежные средства либо принести любую другую гуманитарную помощь в российский детский фонд и фонд «Дарит добро», соответственно. Они настрадали за эти 8 лет и они заслужили детского счастья. Мы, дети войны 20 века, это хорошо знаем. На все вопросы ответят по телефону 727 728. Также участвуйте, отсканировав QR-код на экране. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов и Константин Никитин, репортер 73. Верным курсом идете. Стратегическую инициативу правительства Российской Федерации «Профессионалитет» оценил и одобрил президент Владимир Путин. Работы много, подход основательный, но в деле профессионалы со всей страны четко и последовательно излагающие суть предложенных программ. Объединил всех единый принцип. Систему среднего профессионального образования необходимо реструктуризировать комплексно, с фокусом на целевую подготовку кадров. Как говорится, под ключ. Напоминает советскую систему подготовки трудовых резервов, когда практически, а то и все, профтехучилища закреплены за конкретными профпредприятиями. В условиях такой некой неопределенности, наверное, создание условий определенности для студентов и выпускников с гарантией трудоустройства это такое обязательство государства. В Ульяновской области вчера и сегодня будет финальный день защиты образовательно-производственных классеров, которые будут создаваться в рамках этого федерального проекта. Всего будет создано 70 таких кластеров. Сегодня второй день презентации заранее отобранных программ деятельности кластеров. 26 центров из двух федеральных округов Приволжского и Уральского 12 регионов России. Ульяновская область в числе победителей грантовой программы по возможности создания образовательно-производственного центра. Выборное направление «Наша гордость авиастроения» на базе Ульяновского авиационного колледжа в партнерстве с одним из градообразующих предприятий региона Ил-Авиастар. Мы будем готовить для нашего предприятия в основном рабочие профессии. Это слесарь-сборщик летательных аппаратов, сборщик-клепальщик, слесарь-подоводки, слесарь-механо-сборочных работ. То есть у нашего предприятия сегодня потребность именно в рабочих кадрах, в рабочих руках. В этом году колледж пролицензировал программу «Мастер слесарных работ». Именно под потребность проекта «Профессионалитет» и «Вакурат» под запросы будущего работодателя. По программам других регионов планируют готовить специалистов, например, атомные отрасли, легкой промышленности, сельского хозяйства, даже рыболовства и железнодорожного транспорта. Например, в Оренбургской области в этом году создадут сразу три площадки. Это металлургия, это машиностроение. Восток нашего региона для нас это очень важно, потому что зашли в проект градообразующий, даже не градообразующий, а фактически регионообразующие предприятия, те, кто составляет становой хребет промышленности Оренбургской области. Суть любого кластера, любого региона подготовить универсальных специалистов, способных работать на новейшем оборудовании буквально с первого рабочего дня. И программа «Профессионалитет» позволяет готовить такие кадры. Павел Патриков, Юрий Давыдов, репортер 73. Как относитесь к тому, что в России собираются возродить детско-юношеские организации подобно пионерии? На пятерочку. А почему? А потому что все у нас приглушили. И все. Как бы сказать, были октябрят, были пионеры, был комсомол, и молодежь была чем-то занята. И дисциплина самое главное. Во-первых, сплоченность. Во-вторых, идеология. Ну, в-третьих, организованность на лучшие дела, допустим, на сбор макулатуры. Там интересные. Потом пионер-лагеря неплохо бы сделать. Конечно, нужно начинать со школы. В любом случае. А потом уже как-то, может быть, лагеря, там всевозможные какие-то кружки или еще что-то. Дети должны быть задействованы как-то в обществе. И сейчас очень много детей предназначены сами себе. А здесь они будут в обществе. А в любом случае наставники будут и будет только положительное воздействие. Для этого надо людей, кто умеет это организовать, кто знает, надо, наверное, сперва учиться, а потом уже где-нибудь опыт перенимать и начинать организовывать. Наверное, в школе какие-то факультативы вводить. Как сделать эту систему так, чтобы детям было интересно? Дети, они вообще легко поддаются на все интересное и в новое. Как считаете, нужны ли сейчас детско-юношеские организации подобной пионерии и почему? Замечательно. Конечно, нужны. Идея, она всегда должна быть. Уж лучше пионерия, чем... Это интересно, жизнь будет интереснее, веселее. Ну и вообще дети как-то будут по по воспитанию, что ли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куда бы вы ни шли... Переход укажет вам безопасный путь Водитель, пропусти пешехода Будь подвижным, энергичным, с гелем активист Двигайся легко, свободно, с гелем активист С гелем активист в активную жизнь В МПР с 19 мая по 1 июня шок цены Шоколадное яйцо 1 рубль Кувшин с крышкой 49 рублей Швабра с насадкой 199 рублей Чайник электрический 249 рублей Подробные условия уточняйте у сотрудников На скорости 60 км в час Даже на сухой дороге Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки Около 60 метров Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом Внимание! Тормози заранее! Внимание! Акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок! Акция! Карада плюс подарок! Большие неприятности Начинаются с маленькой дистанции Держи дистанции Супер цены в светофоре Масло сливочное традиционное 180 грамм 49,50 Свинина на кости охлажденная 1 килограмм 179,90 Во всех магазинах светофор Ульяновская, Инзебрыша, Кузоватова, Чердаклот и Димитровграда Здоровые вены под ключ Лечение варикоза лазером по фиксированной цене Чулки в подарок Обследование через полгода после операции Медгард 440644 Имеются противопоказания Проконсультируйтесь со специалистом По данным сайта Гесметио 23 мая в Ульяновске переменная облачность Температура воздуха по области ночью Плюс 3, плюс 7 градусов Днем от 6 до 10 тепла В городе температура воздуха ночью Плюс 4, плюс 6 градусов Днем от 7 до 9 со знаком плюс Ветер западный 6 метров в секунду Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба А теперь немного о наболевшем Потому что уже 285 жителей Ульяновской области Пострадали от укусов клещей Двое из них заразились боррелиозом Среди пострадавших свыше 170 жителей Ульяновска И 82 ребенка младше 14 лет Против клещевого вирусного энцефалита Привито 1839 человек Из которых свыше 1100 – это дети Напомним, клещи представляют опасность Именно как переносчики патогенных микроорганизмов Которые могут вызвать энцефалит и боррелиоз Это заболевания, поражающие нервную систему Заболевания не только могут спровоцировать инвалидность Но и привести к летальному исходу Поэтому снятого с тела клеща Для исключения рисков заражения Специалисты рекомендуют отнести в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу Город Ульяновск, улица Наганово, дом 12 Телефон для справок 8422 Это код города 20-29-19 Среди наиболее распространенных профилактических мероприятий Специальная обработка общественных территорий В текущем сезоне планируется обработать почти 800 гектаров По последним данным от клещей обработано уже 114 гектаров парков, скверов и аллеи области Это идет репетиция Ребята выстраиваются по периметру площади перед памятником Это продолжение всех мероприятий, которые посвящены Великой Победе Это продолжение Сегодня ребята здесь пройдут красивым строем У них специальная форма пошита Они готовились к этому параду Очень отбитственно подошли Волнение и четкость Четкий шаг и отличный строй Как говорят ребята, строевая дается трудно Мы подготавливались более полугода Ездили в военные части Там занимались с руководителями Которые были более подготовлены И тренировали нас так же Также ездили в батальон НИАРа И тренировались так же с НИАРовцами Они нам рассказывали про химзащиту Как делать рацию Как ее собирать и все остальное Маршин подсчет Например, левый и левый Они идут так же за мной Самое тяжелое для меня Это была строевая работа Потому что очень тяжело Привыкнуть к этому Ходить под одну ногу всем Так как мы не военнослужащие Мы медики Будущие медбратья А вот это уже готовится К выходу на выступление Барабанщицы Самое главное, я думаю Это тот, чтобы попадали в ритм Не отставали друг от друга По форме, чтобы все было одето Бой Вот это вот прям очень-очень самое главное Я первый год в этом во всем Вот, но мне это нравится Подготовка завершена Участники финала регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры Победа Выходят на позиции Это команда Димитра Убратского Технического колледжа 14 команд По 10 человек в каждой По итогам финала мы занимаем сейчас второе место Сегодня здесь ребята Нашего военно-патриотического клуба «Слава» В составе 10 человек Ну, естественно, мы понимаем, что команду готовил не один человек Чтобы получить данные результаты Поэтому очень многие специалисты В том числе и преподаватели-организаторы ОБЖ И преподаватели физической культуры И многие другие люди Конечно, приняли участие в подготовке данной команды От имени губернатора Ульяновской области К будущим защитникам Отечества Обратился заместитель председателя правительства региона Сергей Кучец И всегда вы, участники военно-спортивной игры «Орленок» Показываете отличную физическую подготовку Знание истории России и краеведения Готовность стать лучшими защитниками Родины Проявляете действительно чудеса товарищества и взаимовыручки Очень важно, что во время участия в этой игре Студенты окрепляют на знания, умения и навыки Приобретенные в процессе изучения основ безопасности Жизнедеятельности, экологии, физической культуры И что особенно важно в это нелегкое время Истории нашего Отечества Минуты молчания почтили память павших на полях сражений В Великой Отечественной войне финалисты победы Удивили гостей студентки Димитровградского технического колледжа И кадетского корпуса имени генерал-майора Платошина Среди почетных гостей, приглашенных на открытие игры Ветераны и герои сегодняшнего дня Это наша эстафетная палочка воспитания молодежи Мы им передадим эстафетную палочку для будущих защитников Отечества Поэтому чем больше мы детей воспитаем в патриотическом воспитании Тем более сильнее и Россия До 24 мая участники финала будут показывать все, чему научились в загородном лагере «Юность» Команда «Попедитель» отправится на всероссийский этап Валабина Марина Антуганова, Павел Космынин, Александр Кондратьев, Димград, 24 Оставь то, что только приносит радость Это я сейчас цитирую Володю, а не откуда-то эфемерно пришли ко мне эти слова Эти слова консультанта по уборке и организации Марии Кондо Сегодня, кстати, знают эти слова все тысячи людей, во всяком случае, по всему миру А в 2011 году эта женщина выпустила книгу, а в 2019 даже собственное шоу на ТВ Сегодня у Марии Кондо успешный онлайн-магазин и собственная школа консультантов В которую записываются ученики по всему миру Я просто начинаю прикидывать, думать, а если мне все приносит радость? Ну вот все, что у меня есть, я не могу с этим расстаться, потому что оно мне все приносит радость Надо уметь расхламляться, понимаешь, об этом она и говорит, приносит, конечно Таких людей называют Плюшкиной, на самом деле, Владимир Все в дом, все в хату Ну а вот как правильно расхламляться учит не только она, но и наши специалисты Рубрика «Стиль» расскажет Здравствуйте, это программа «Стиль» И мы ее ведущие, агенты порядка Настя и Лена Да, Лен, сегодня мы с тобой не очень-то про порядок Всякого хлама на стол мы положили, разложили Давай расскажем, зачем и для чего мы это сделали Да, на самом деле это все неспроста Я хотела показать наглядно, сколько вещей Даже, смотри, мы заняли на этом столе Чтобы понять, сколько действительно вещей у нас хранится в доме И нужны ли нам все эти вещи Да, это большой вопрос Вот ты, например, знаешь, сколько у тебя вещей хранится в доме? Вот теперь я знаю А раньше никогда даже не догадывалась, сколько вещей я могу вообще хранить даже на одной полке Не то, что говорить о целом доме Как и большинство людей Мы, как правило, не очень представляем, сколько вещей у нас хранится Даже если мы берем, например, кухонный ящик стола И сейчас на примере, то, что у нас здесь разложено Мы хотели бы показать, какие вещи у нас дублируются К примеру, возьмем две открывашки На самом деле они являются дубликатами И этот, и этот предмет может выполнять одну и ту же функцию Но этот предмет может выполнять аж две функции Вы можете открыть банку с консервами И также открыть бутылку В отличие от этого предмета, который выполняет только одну функцию Посмотрите, пожалуйста, на свои предметы, которые у вас хранятся на кухне Возможно, такие дубликаты вы тоже найдете И можно распрощаться с этой открывашкой смело Да, еще пример дубликата Это чеснокодавилка и вот такая мини-терка Как раз-таки для всяких мелочей, типа чеснока Здесь тоже у нас, получается, функции одинаковые Мы измельчаем какие-то продукты Просто здесь мы выдавливаем, а здесь мы можем натереть И вопрос, что вам будет на самом деле удобнее? Тот предмет и оставляйте Если вы трете много мелочей, оставляйте маленькую терку А если нет, лучше чеснокодавилку И любимый у нас предмет тоже кухонный Это пакет с пакетом Здесь мы предлагаем просто на самом деле использовать маленький лайфхак Это если у вас огромное количество пакетов, которые вы храните на кухне Вы не знаете, куда их деть Они заполнили уже половину вашего ящика Мы предлагаем использовать такой лайфхак Где вы можете в мусорное ведро использовать несколько пакетов Используя такой метод, называемый капуста Покажу вам на примере Значит, у нас будет ведром А мы вот так соединяем И так можно делать до 10-15 пакетов Поверьте, это вам облегчит задачу и в хранении, и в использовании вообще мусорных пакетов Да, и даже если что-то протечет, не страшно Сразу можно взять два пакета и выкинуть К чему весь наш разговор? К тому, что расхламляйтесь, избавляйтесь от дубликатов Как, например, мы показали открывашки и отвертки Также можно избавляться от всяких ненужных вещей, которые вы уже не используете в данный момент Например, от старых игрушек ваших детей Если они уже в старшей школе, навряд ли они им пригодятся Если ваш ребенок вырос из такой игрушки, которую он пользовался в 6 месяцев до года То смело можно ее кому-то подарить Подведем итог нашего сегодняшнего выпуска Не храните вещи-дубликаты Избавляйтесь от ненужного То, что уже не по возрасту И то, что уже вами не используется И тогда в вашем доме обязательно будет порядок А мы прощаемся с вами С вами были Агенты Порядка И программа Стиль До свидания Доброе утро И мы продолжаем В понедельник остаются считанные дни до сдачи первого единого государственного экзамена Ох, кто-то трепещет от слова ЕГЭ У нас уже это все позади У нас были еще экзамены Еще, может быть, все будет впереди, потому что дети растут Им тоже, возможно, придется сдавать А может быть, что-то изменится А может быть, что-то изменится А как изменяется сейчас или все по старой прошлогодней схеме Узнаем у нашего гостя Итак, этим утром у нас в студии Евгений Тихомиров Руководитель регионального центра обработки информации Евгений, доброе утро Доброе утро Ну и раз уж все-таки сегодня понедельник Впереди целая рабочая неделя Есть у вас свой какой-то личный секрет Такой, как начать утро и рабочую неделю Чтобы она приносила удовольствие и позитивные эмоции каждый день Ну, на позитиве закончат предыдущий день Ага, то есть, ну а тут как раз выходные Так, бодрячком их закончить Хорошенько выспаться и на работу с новыми силами Ну, мы вместе со всеми участниками ЕГЭ Входим в рабочий график И у нас уже практически нет выходных Ух, готовимся каждый день к каждому экзамену Ну, как идет подготовка? Когда стартуем? Все ли сейчас готово? Я уверена, что все школы уже к этому готовы Сколько? Все готово, мы уже начали Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов Уже начался В области у нас все пункты проведения экзаменов готовы Все оснащены необходимой техникой Необходимыми расходными материалами То есть, стопроцентная готовность То, что в этом году будет нового А что по старой схеме обязательно? Давайте со старого То есть, видеонаблюдение остается? Да, при проведении ЕГЭ Видеонаблюдение у нас остается неизменно Это одна из форм как минимум безопасности Но по факту это еще и гарантия того Что ЕГЭ проходит честно, непредвзято И все дети у нас в одинаковых условиях И могут продемонстрировать только свои знания Не прибегая к помощи каких-то гаджетов Или вспомогательных материалов Что касается средств индивидуальной защиты Я говорю про маски, антисептики Вот здесь вот как рассадка Отошли уже от этой пандемической системы Или все равно еще где-то придерживаемся в чем? Частично отходим уже Да, мы продолжаем пользоваться средствами индивидуальной защиты Естественно, у нас антисептики И при входе в каждую аудиторию Но в этом году немного смягчили условия У нас нет уже рассадки соответствующей Которая была в прошлые года Когда мы соблюдали обязательно условия полтора метра между участниками Плюс какая-то там зигзагообразная Зигзагообразная рассадка Да, от нее отказались Поэтому в этом году у нас и меньше пунктов проведения задействовано И отчасти даже логистика для детей стала проще Поэтому частично отказываемся Постепенно от этого уже отходим Ну и наверное даже вход в центры проведения Быстрее будет проходить Потому что я помню вот это Когда социальная дистанция И дети в очереди на улице стоят Через полтора метра Вход, антисептик, температура Очень долго просто даже проходили Да, естественно, в этом году все пройдет гораздо быстрее И в гораздо более комфортных условиях Естественно, это должно как-то положительно повлиять На эмоциональные фоны И состояние детей перед экзаменом Меньше негатива Ну а ОГЭ традиционно без видеонаблюдения В прошлом году был опыт Все-таки работали камеры Ребята сдавали под прицелами Да, было такое Но в этом году опять мы Сдаем без видеонаблюдения Постепенно, видимо, когда-то придем и к этому Но на данный момент Нас этого нет А почему вообще? То есть ОГЭ можно не снимать, а ЕГЭ надо снимать Есть вот какая-то градация То есть ОГЭ, ну мол, им еще учиться А этим уже надо заканчивать Ну да Центров проведения больше И, наверное, аппаратура нужна больше Или нет? Или приблизительно одинаково ОГЭ и ЕГЭ сдают? Вы оба правы У нас выпускников ОГЭ в два раза больше, чем выпускников ЕГЭ Если в цифрах это порядка 11 тысяч против пяти с половиной Выпускники 11 классов, сдающие ЕГЭ Они получают возможность поступить в любой вуз страны И соблюдение именно всех правил при проведении государственной итоговой аттестации И подтверждение того, что те знания, которые продемонстрированы при сдаче Они действительно реальные знания А это не помощь шпаргалок и каких-то людей Оно как раз и подтверждает А вообще были случаи, что действительно по видеофиксации вычисляли Что вот здесь кто-то кому-то отдавал работу на проверку Соседу по парте Или наоборот доставал шпаргалки и списывал Ну нет, передавать материалы, конечно, у нас такого никогда не было Но использование справочных материалов, шпаргалок, телефонов Да, естественно, каждый год И при помощи видеонаблюдения мы можем это выявить Более того, до марта следующего года На федеральном уровне отсматриваются все видео И даже если во время сдачи экзамена участника не поймали со шпаргалкой То есть возможность, что в течение следующих почти года выявят И передадут информацию в ВУЗ А человек уже учится там Вот ничем хорошим для человека это не закончится То есть нет такого, что вот экзамен прошел Я списал, молодец, меня не заметили А прилететь может через год Ну как штраф Ну не совсем через год, правда Все именно так Поэтому лучше действительно показывать свои реальные знания Не прибегать к таким ухищрениям Скорее всего, они ничем хорошим не закончатся Что касается новшеств Что новенького в этом году? Есть что-то? Технологически ничего нового нет Мы как один из первых регионов внедрили технологии доставки экзаменационных материалов по сети интернет Печати и сканирования работ в аудитории То есть технически это происходит так Что материалы в день экзамена поступают непосредственно в аудиторию проведения Там распечатываются, там же сканируются и отправляются на проверку Возможность как-то внести какие-то изменения, коррективы в бланки уже отсутствует И прозрачность экзамена тем самым повышается Изменения касаются содержательной части В этом году к сдаче экзамена приступают те дети Которые, придя в первый класс, начали учиться по новому федеральному государственному стандарту образовательному И вот 11 лет они учились по этому стандарту И сейчас они приходят к сдаче экзамена и могут продемонстрировать свои знания Которые получили в школе за это время Это первые дети, которые вот по этому стандарту закончили обучение Первый выпуск И, соответственно, контрольно-измерительные материалы Были изменены под те знания, которые они получали в школе То есть это не какие-то там виртуальные учебники или еще что-то Это реально тот стандарт, по которому они учились И сейчас это реально контрольно-измерительные материалы, которые проверят их знания То есть такой отчетный год получается То есть там лучше сдадут или хуже Или не будет вот этого вот такого измерения Ну или каждый год, в принципе, считают лучше сдали или хуже Да, конечно, мы проводим внутренний мониторинг Пытаемся понять и выявить какие-то хорошие, либо там негативные стороны Для того, чтобы передать эту информацию школе Чтобы обратили внимание, где там кто-то западает какие-то моменты Или наоборот лучшие И сравниваем школы внутри региона, сравниваем их по всей стране То есть да, такая работа ведется В этом году она точно так же пройдет Но мы надеемся на то, что результаты будут лучше Потому что для детей не должно быть и для задающих ничего нового Ну и стрессовых ситуаций, что касается даже самого захода в аудиторию Уже меньше, когда тебе там и термометрия была И все-все-все понятно Даже с порога школы уже будет проще А вот что касается детей вынужденных переселенцев Здесь какие-то ставки, расчеты сдадут ребят У них приблизительно та же программа была Когда мы с ними разговаривали еще полгода назад То есть ребята, в принципе, на ваш взгляд, готовы к этому экзамену? То есть вот как у них? У них же все то же самое будет То есть вот с ними были, может быть, дополнительные уроки? Сдавать-то тоже надо Да, сдавать же тоже надо Ну, на данный момент все участники, которые прибыли в наш регион Из других регионов Из Луганской народной республики Донецкой народной республики Или каких-то там районов Украины Они все, как минимум, сдали итоговое собеседование в 9 классе И итоговое сочинение и извлажение в 11 классе Это как допуск к государственной итоговой аттестации Все прибывшие, все сдали То есть они свои знания подтвердили То есть они готовы приступить к государственной итоговой аттестации То есть нет того, кто отказался? У них есть возможность получить аттестат по текущей успеваемости То есть свои знания они подтвердили Они готовы к сдаче экзаменов Они заявились на экзамены Но у них есть возможность отказаться и получить аттестат по текущим оценкам Но тогда, к сожалению, они теряют возможность поступления, правильно? Если это касается ЕГЭ, да Они такой возможности будут лишены Ну а, например, там побольше времени На резервные дни уйти у них тоже есть, да? В общем-то, наверное, как у всех Да, экзамены проходят достаточно продолжительное время Участники, которые прибыли или прибывают в наш регион на данный момент За две недели до экзамена они имеют право подать И, в принципе, участвовать в экзаменах А заявились уже те ребята, которые в прошлом году, допустим, не сдали В этом году хотят сдавать Или это происходит процедура гораздо позже Сейчас о них речи даже и не ведут Или они уже все учтены? Заявления в СЕВА всегда подаются до 1 февраля Для всех участников То есть выпускники прошлых лет Которые хотят либо улучшить свои результаты Либо сдать экзамены по другим предметам Может кто-то хочет сменить ВУЗ Или второе образование Владимир сказал, что возможно придется сдавать ЕГЭ А есть такая возможность Можно хоть каждый год сдавать И второе, и третье, и пятое образование Поступать в высшие учебные заведения Независимо от возраста можно всегда Поэтому таких участников у нас традиционно много Если мы захотим, нам надо будет сдавать ЕГЭ Или нам вообще... А, нам уже поздно, наверное Никогда не поздно Никогда не поздно Но вот если посмотреть статистику Ребята таких, которые хотят пересдать Сменить профиль Или в принципе сдать Потому что в свое время просто получили аттестат Из года в год больше, меньше Или приблизительно одинаковое количество То есть вот Или все-таки есть тенденция, например, к увеличению То есть ребята хотят... У нас есть небольшая тенденция к увеличению в принципе участников Но вот доля выпускников прошлых лет Она также пропорционально увеличивается То есть это порядка 10% от сдающих ЕГЭ Это те участники, которые уже когда-то ЕГЭ сдавали Отлично, спасибо большое Ну что, ребятам хочется пожелать удачи Что там пятачок кладут под пятку Учебники под подушку на ночь перед сдачей Ну я, по крайней мере, складывал Я тоже складывала Вы складывали учебник под подушку перед сдачей, нет? Нет, как-то Надеюсь на реальные знания У всех свои традиции, свои привычки Поэтому действительно всем желаем на предстоящих экзаменах удачи Хороших оценок Телезрителям напомним, что этим утром у нас в гостях был Евгений Тихомиров Руководитель регионального центра обработки информации Ну а мы двигаемся дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому